Всем огромный привет! Девчонки, не собиралась сегодня снимать, в принципе, но я под таким вот эмоциональным впечатлением, что не могу с вами не поделиться вот таким вот позитивом, можно так сказать, эмоциями. Ай, хочу рассказать все по порядку, у нас уже вечер на самом деле, я хотела раньше с вами поделиться и пыталась это сделать, но Демасик не давал вообще ни в какую, тут показывал концерты, цирки, сейчас уже более-менее успокоился, сейчас, я думаю, плюс-минус, может быть, даже и засыпать будет, вот, и я как раз вот выхватила эти, надеюсь, в 5 минут выложусь рассказать свои эмоции и хочу поделиться с вами. Так, ну, начнем, наверное, с начала, что вчера ничего не снимала, вчера была в детском саду, мы стелили линолеум, я помогала, ну, там, папу стелили, а маму помогали, вот, целый день, можно сказать, провела там, вчера у нас еще была температура, да, но под вечер она уже спадала-спадала, и вот сегодня я обнаружила, что да-да, все-таки есть там зубик один, который, ну, немножечко так прорезался, вылез, я не знаю, как это сказать, поэтому я все-таки склоняюсь к тому, что температура была на зубы. И вчера я уже купила свечи жаропонижающие, и там тоже одна история такая, что я пришла в аптеку, вот, знаете, будучи мамой уже третьего ребенка, я столкнулась с таким впервые. Я пришла в аптеку, говорю, дайте мне свечи, мне говорят, вот эфиралган и норафен, я говорю, и какой мне нужно взять, она говорит, ну, какой вам больше подходит, а какой нам больше подходит, если мы особо ничего никогда не принимали, и мы не знаем, какой нам подходит. Она говорит, ну, это на основе парацетамола, это на основе ибупрофена, и говорю, она говорит, ну, кому-то не подходит парацетамол, больше подходит ибупрофен, ну, в смысле, работает лучше. Вот, ну, я не знаю, мы как-то вот с двумя детками, я как-то не сталкивалась с этим, мы брали самые такие более популярные жаропонижающие, да, и все как бы работало, слава богу, нормально. Вот, ну, так как у нас, в принципе, был сироп парацетамол, да, детский, я решила взять на ибупрофене, думаю, возможно, он там плохо работал или, ну, что-то не так. Поэтому взяла норофен в свечи, потому что, ну, сиропы, в принципе, он плохо пьет. Одним словом, свечи мама купила, все, температура убежала, испугалась, и все здорово. Вот, так что, ну, руки во рту постоянно регулярно, и я так понимаю, что вот оно, вот оно, почему все так произошло. Но рассказать хочу не об этом, все по порядку, все сначала. У меня, я уже говорила как-то в своих влогах, есть проблема с картой памяти, с одной хорошо, с другой проблема, и нужно было заказать другую, я заказала. Ну, пришло сообщение, что она уже в магазине, можно приходить забирать. Я сегодня собралась на маникюр, перед маникюром, думаю, ладно, выскочу все-таки в магазин и заберу карту памяти, потому что мне неудобно снимать, потому что, если я монтирую карту памяти в ноутбуке, и, значит, я не могу снимать. А дергать ее туда-сюда, и она, конечно же, выходит из строя, поэтому поехала я за картой памяти. Вот, ну, я ее уже, в принципе, я на нее уже снимаю, в принципе, вот она на 64 гигабайта. Я приехала забирать, как бы все как обычно, как всегда, и вспомнила, что последние два дня никак не могу купить батарейки на часы, а уже два дня мы мучаемся с этим делом, да, и думаю, о, а мне как раз приходило оповещение о том, что там вам будет начислено 200 бонусов, вы можете взять какие-то аксессуары. Ну, я же девочке задаю вопросы, так и так, можно сразу, либо потом уже после этой покупки. Она говорит, у вас тут 309 бонусов, вы можете брать на эту сумму все, что угодно. Не поняла, какие бонусы, откуда. Да, у меня было 11 бонусов, и как бы на карту памяти они списывались там, и как бы, ну, чуть-чуть дешевле она выходила. И все, и тут получается так, что я беру карту памяти, беру батарейки, которые мне, конечно же, нужны. И она говорит, у вас еще остается где-то 100 бонусов, вы можете на эту сумму взять еще что-то. Хм, в смысле, что? Я реально растерялась, потому что, в смысле, могу взять, откуда, где, как. Хм, первая идея, нужно что-то быстренько брать и быстренько текать отсюда, пока что-то там не выяснилось другое. Вот, ну, что обычно у них там по акции бывают? Сковородки, говорю, сковородки у вас там бывают, да? Она говорит, все разобрали. Вот так, думаю, что еще, что еще. А у нас Сонька уже трое наушников погрызла. Ну, когда я работаю, мне лучше все-таки в наушниках, лучший звук слышно, потому что дети все время чем-то занимаются и отвлекают меня. Либо я их, одним словом. Ну, думаю, надо какие-то наушники. Они мне подобрали на эту сумму наушники. Обычные, самые обычные наушники, Panasonic. Вот почему нет. Вот, и она мне говорит, вам к оплате 3 гривны, там, сколько-то копеек. Я говорю, подождите, подождите, ребята, ну, я же не могу прийти в магазин, оставить 3 гривны и уйти. Нет, я еще хватаю, ну, к сожалению, не было вот такой вот упаковочки еще батареек. И я хватаю еще вот эти и вот эти. Вот, так что беру еще 2 упаковочки батареек. И, что самое интересное, вот это все, вот, чтобы вы понимали, да, мне вышло на 34 гривны, там, с какими-то копейками. Я, если честно, не поняла. Ну, как, как, ребят, как? Ну, как? Ну, видимо, такое бывает. Все, больше ничего не заплатила, несмотря на то, что наушники стоят 100 гривен. И сама карта памяти стоит 175 гривен. То есть, чтобы вы понимали. И плюс я еще взяла, да, батарейки. И заплатила всего лишь 34 гривны. Где, как такое бывает, я в шоке, я не знаю. Ну, это приятность, это большая приятность, но она оставляет немножко в недоумении, потому что, ну, всегда чувствуется какой-то подвох, согласитесь. Ну, не бывает такого, да. Пришел в магазин, скупился на 300 гривен и при этом ничего не заплатил. Хм, странно. Причем это не магазин, в котором там у тебя бонусы, да, за предыдущие покупки. А что это? Она сказала, что это какая-то программа лояльности, она как раз завтра действует в последний день, там, чего-то так. И я понимаю, что я удачно попала именно в то место и в то время, да. Поэтому вот такая вот у меня сегодня приятность, да. Такая супер-супер приятность. На самом деле, со мной такое впервые. Не знаю, вот такого еще не было. Конечно, если бы я знала, что можно так, я бы подготовилась и сразу понимала, что я могу купить. Но так как все-таки у нас карантин выходного дня и магазин сам по себе, ну, оцеплен лентой, или как это сказать, и нельзя было ходить что-то выбирать, можно было вот в пределах чего-то сообразить. Вот. Ну, я думаю, в принципе, тоже неплохо за такую сумму выхватить вот такие вот покупочки. Так что порадуйтесь за меня, я с вами поделилась. Возможно, у кого-то такое случалось там в Украине, не знаю. Это у нас был магазин Fox Road бытовой техники. Так что вот так вот сегодня со мной все произошло. Я думаю, это очень-очень приятно. Девчонки, на следующее утро, когда я отвела Димасика в детский сад, я успела всего лишь позавтракать. И решила замариновать куриные бедра, которые у меня были. Маринад у меня самый обычный. В большом количестве это кориандр молотый, чеснок сушеный, перец чесночный, который я недавно прикупила. И решила добавить вот этой куриной приправки. Там, по-моему, в состав входит куркума, которая дает желтый цвет. Мы очень полюбили. И также соевый соус. Это у меня густой соевый соус. Хорошенечко все промассажировала, промазала и отправила в холодильник. И когда я уже Димасика забрала с детского сада, решила я холодильник помыть. Но это, скорее всего, выйдет отдельным видео, чтобы не перегружать это. Диму надо было чем-то отвлечь. Я ему дала булку после детского сада, как вы понимаете, дети всегда хотят кушать. И эта булка оказалась по всей квартире. Так что мне Дима добавил работы. Знаете, такая уборка после уборки. Вот холодильник я помыла. И, кстати, по поводу магнитов. Многие говорят, что вот на холодильнике магниты. Нас они очень хорошо выручают. Мы любим ними играться. Мне кажется, такая моторика рук работает. Он их опускает, он их сцепляет. А еще есть вот эти магниты от растишки. Знаете, с буквами можно составлять слова. Нам, конечно, это немножечко рановато. Но я думаю, в будущем тоже это пригодится. Так что разные вот эти все интересные магниты с картинками. Деткам нравится. И, знаете, ребенок хоть чем-то занят. И иногда даже очень часто зависает возле этих магнитов. И чем-то отвлекается. А мама в это время может как раз-таки спокойно попить чай. В детский сад мы ходим всего лишь на 2 часа. Конечно, это такое, знаете, баловство для меня, в принципе. Потому что за это время я мало что успеваю сделать. Даже перевести дух не успеваю. Но при этом стою рано. Знаете, вот такая у меня спортивная нагрузка с утра. Вынести коляску. Занести потом. То есть, знаете, в спорт у меня присутствует булка, которая оказалась по всей квартире. Конечно же, нужно было чем-то запить. Это был такой у нас плотный перекус. Потому что впереди у нас был дневной сон. Вот так что Димасик плотненько перекусил. Обязательно, конечно же, сперва нужно было убраться. И потом я его пошла укладывать спать. Так, тут у меня тоже чисто-то порядок. Сказал помыть кастрюлю после винегрета, который ела только одна я. Это моя чашка. И осталось убрать пол. Потому что кто-то помог мне, да. Добавил уборочки, да. Так что сейчас помою кастрюльку и буду пылесосить полы. Я думаю сразу про пылесошу везде. Соберу какие игрушки. И все-все сразу по пылесошу. И все-все сразу по пылесошу. У нас вечерние игрульки. Саша сегодня самый главный этот игрульщик. Опа! Слушайте, нам нужно в цирк. Я только не знаю, ты будешь дрессировщиком, а Соня будет выступать. Кто там? Кто здесь? Рыцарь в доспехах. Смотри, Саша, я за глаза переживаю. Не запрещиваются эти дречки? Она агрессирует, агрессирует. Не выдерживает картинка. Ох и когти, да? Дима там пошел и притих. Предлагаю посмотреть, что он делает. Надо так, чтобы она запрыгнула. Ура! Получилось! Все, можно в цирке номер показывать. Ох и Жора кричит. Чай пойдем пить. Да, скажи, чай пойдем пить. Нет? Ну, все, девочки, в вашу комнату. К Жоре ты пошел, да? К Жоре? К Жоре? Вот так вот. Ой-ой-ой. Кто хочет потрогать Жору? Кто хочет потрогать Жору? Кто хочет поговорить с Жорой? Ох и кусючий. Защищается, да? Оп! 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 Ох, и Соня прибежала. Соня на поготове. Оп, спряталась там. Да, Жорик? Пойдем пить чай, пойдем. Фоточки у нас тут такие прикольные. Девчули, одни девчули, и там девчуля. И мальчуля, да, скажи? Да, вот так. Скажи, мою не поставили еще фоточку, да? Да? Вот нужна тебе эта соска, да? О, да, кнопочки понажимать, это да. Это про мальчиков. Техника. Да? Главное, чтобы пикало, да. Угу. Дай ему, она пустая. Ты что, будешь? Я-то буду, но ты почему не делась? Потому что делать, я обманусь. Ну, вот. А здесь и скулья была. Девчонки, пока моя курочка в духовке жарилась, я полезла в телефон, приложение, посмотрела акции и решила, что мне нужно быстренько сбегать в АТБ. Хорошо, что она у нас почти что возле дома, буквально до 300 метров. Вот. И я немножечко скупилась. Но, наверное, это покажу отдельным видео, знаете, так и назову, что закупка продуктов по акции. Тут абсолютно все, что я купила, я купила по акции. И покажу, а вы мне напишите, как вы вообще относитесь к акциям, доверяете вы им или нет. Буду уже курочку доставать, она у меня уже как раз приготовилась. Ну, что, вот такое вот мяско у нас получилось. Курочка такая зажарилась тут. Ну, это под грилем у меня немножечко было. Поэтому, ну, аппетитненько, аромат шикарный. Это, конечно, уже не на сегодня, на завтра. Ну, а я с вами буду прощаться. Огромное-огромное всем спасибо, кто сегодня был со мной, с нами. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. И увидимся в следующем видео очень-очень скоро. Всем пока-пока!